Мероприятия, направленные на подготовку к осенне-зимнему периоду 2016-2017 года объектов жилищно-коммунального хозяйства и жизнеобеспечения городского округа для получения актов и паспортов готовности, проведены в полном объеме. 24 октября исполняющий обязанности главы городского округа город Хасаверт Бадыр Ахмедов подписал распоряжение о начале отопительного сезона и переходе предприятий и организаций к работе в условиях осенне-зимнего периода, рассказал начальник управления коммунального хозяйства Арслан Али Мустафаев. На сегодняшний день готовность 15 котлов готовы на 100%, готовы теплосети сети 34 километра, готовы изоляцию, сделали гидроизоляцию, готовы на 100%. Ак-опрессовки с управляющими компаниями проведены теплосетики и управляющими компаниями обоими готовы. В сегодняшний день мы запускаем котельные, если даже что-то как-то будет, мы по ходу все оповещены, все службы, то есть управляющие компании. По словам начальника участка Алибека Султанбекова, теплоснабжающая организация ООО «Теплоснаб», 15 отопительных котельных, обслуживающих микрорайоны Грозненский и Водник, имеют акт проверки готовности к работе в осенне-зимний период, подписанный комиссией и согласованный госинспектором Ростехнадзора по Республике Дагестан. По подготовке у нас к осенне-зимнему периоду длилось, весь сезон мы готовились. Все котлы, где вскрываем котлы, где замена труб, замена экономайзеров, трасс, где задвижки, вентиля, все в общем, все хозяйство мы проверяем. Отопительный сезон у нас в принципе готово, все, мы единственное ждем, газовики должны после обеда прийти, пломбы снять, вентилей, задвижки, запуск котлов, все уже готово, люди на местах все ждут. Согласно отчету коммунальщиков, в начале отопительного сезона управляющая компания по управлению многоквартирными домами в полном объеме провела работу по промывке, опрессовке внутридомовых систем и получила акты и паспорта готовности к работе в осенне-зимний период на все многоквартирные дома. По словам главного инженера ООО «Теплоснаб», для безаварийного прохождения зимнего периода в городе созданы запасы жидкого и твердого топлива, сформирован резерв материально-технических ресурсов для ликвидации аварий и неисправностей на объектах жилищно-коммунального хозяйства.